Мне Бог положил на сердце рассказать вам один из тех случаев, которых я знаю. И лично от людей, с которыми я жил, слышал о них, они так тем рассказывали в кругу друзей, это немцы. Сейчас его родство, этого брата, о котором я буду рассказывать, и тех братьев, которые там участвовали, они живут. Это Янсены, которые в Германии живут, и они могут меня услышать вот тут, потому что вы снимаете и выставите в интернет, да? Они могут услышать этот случай. Я не боюсь его рассказывать, потому что я его слышал лично из уст брата Ваня Янсена, который у нас был пресвитером, потом и епископом стал. И он рассказывал в узком кругу, как они были в тюрьме. Ну, это лагерь, вы знаете, тюремный лагерь, тюрьма это здание, которое различает, а это уже с заборами, с вышками, с охраной, с работой, работают там и так далее, занимаются своими лагерными делами. Их было очень много верующих там в лагере. Очень, их посадили в то время, это послевоенное время, их посадили за веру. Но нашли причины, знаете, и политические, и немцы, и так далее, и тому подобное. Но в верующих было много конфессий там. И вот эти братья собирались и делали воспоминания там в тюрьме. Ну как, где, вина там нету, доставки нету. Они делали компот. Красный компот. Молились, говорили, что это символ, это все равно не кровь, так как поэтому, но она становится после молитвы. И внушали себе, а хлеб пекли самопресночный. Там брат был среди них способный, не только хлебопекарь, но и повар хороший. И они пекли и так принимали втайне за бараком, чтобы другие после отбоя, как говорится, после того, как все лягут спать, они там совершали воспоминания. И однажды они сказали, братья, сестры, давайте назначим пост и молитву трехдневную, чтобы Бог дал нам вина. Ну так хочется по-настоящему искренне сделать это воспоминание. Пришли к единству, согласились, назначили первый день поста, второй в посте, братья. На третий день приходит начальник, вызывает этого Ваню Янцина, или другого, я не помню, но из Янцины у кого-то, братьев. Говорит, Янцин, иди сюда, его привели туда в кабинет до начальника лагеря. Я смотрю на этого начальника, он или пьяный, или замученный такой сидит. Янцин, что ты хочешь от меня? Он говорит, я не понял, Янцин, что ты хочешь от меня, я все сделаю. Я говорю, я не понял, что за вопрос? Говорит, мне является муж в белой одежде, только я начинаю засыпать и говорит, покуда не послушаешь Янцина и не сделаешь то, что он скажет, спать не будет. Я уже две ночи, два дня не сплю, хожу, говорит, не могу, я жить не могу. Что ты хочешь, я все сделаю. Он говорит, мы верующие люди, и рассказал, что мы делаем так воспоминанием. А вот сейчас заложили пост и хочем свинать. Какое вам вино надо? Он говорит, когор. Сколько вам надо? Бутылки хватит? Они говорят, хватит. А где вы его будете делать? Они говорят, мы за бараком там ночью делаем. Дежурного сюда ко мне. Вызвал дежурного. Вот ключи. Принес бутылку вина. Призвал этого дежурного по лагеру. И говорит, вот ключи от кабинета. Вот тут у меня пусть делают после того, как все лягут. И мы совершили, говорит, это воспоминание, благодаря и славе Бога. Вот такой наш Бог, Он сегодня живой. Он и в те времена, и сегодня, Он тот же, Он не изменился. Но только в тех, которые искренне хотят исполнить Слово Божие. Если ваше сердце расположено в точности исполнять все, что написано, знайте, вам Бог будет являть чудеса. Слово Божие.